В общем, всем доброго времени сутка, мои многоуважаемые зрители, с вами Боди. Если что, новый ролик, 15 способов пронести сладости, ставлю сразу же лайк. Также не забывайте подписываться на А4 Луж Момента, первая ссылочка в описании. Я надеюсь, вы это сделаете, окей? 15 способов, наконец-то, наконец-то! Так, у нас сегодня важная премьера будет. Знаете, я вот сначала захожу на ролик, а только потом понимаю, что это третья часть сладостей в кинотеатре. Поэтому говорят, что людей будет много. Понимаю. Ты, как наш лучший билетер, должен проконтролировать, чтобы ни один человек не проскочил со своей едой. Сделаю, да, конечно. Все будет чики-пуки. Я профессионал. Ты и в прошлый раз мне говорил, что все будет чики-пуки, но два бомбеса принесли огромный пончик в кинотеатр. Да, 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 он говорил, и Глент еще говорит, что-то он как настоящий выглядит. Вот они, сладкоежки. Так, будь внимательным, они очень креативные и непредсказуемые. Глазом не успеешь моргнуть, как они, ху, и проскочили. Шеф, вы будете мной гордиться. Сегодня мимо меня ни одна муха не проскочит. И всем... Какой молодец, а. Привет, меня зовут Влад А4. Кобяков. Знаете что, сегодня мы опять пытаемся пронести вкусняшки в кинотеатр. За три предыдущих выпуска билетер уже неплохо так натаскался. И простыми способами его уже не надуришь. Получается, нужно придумать новые, еще более креативные. Именно. Именно. Как они, кстати, сейчас синхронно сказали, да? Слушайте. Не надуришь. Получается, нужно придумать новые, еще более креативные. Именно. Круто. Поэтому вас сегодня, ребята, ждут очень крутые, креативные, новые, необычные способы пронесения сладостей. Ну погнали, давай. Ну что, давай начинать. Погнали. Итак, Кобяков, до сеанса 5 минут нужно поторопиться. Так, не парься, Владос, у меня есть идея для первого проноса еды. Так, что ты видишь? Палевную пиццу в коробке. Мысли шире, Владос, смотри. Это настенные часы. Это стрелки. А этим можно написать цифры. Ты гений, Кобяков. О! Ха-ха-ха-ха! Правильно, может прокатить. Давай пробовать. Это же в папироне. Так, начнем отсюда. 9, 3 и 6. И циферблат. А бренд, это часы... Я, конечно, все понимаю, но мне кажется, это слишком палевно с сосисками. Вот, вот, если бы не было сосисок, более-менее выглядело бы правдоподобно. Ну... Какой? Смотри. Часы без бренда, это какие часы? Никакие. Кобяков, ну здесь есть кое-какое палево. Какое? Смотри. Минутная стрелочка на часах должна быть длиннее, поэтому часовую стрелочку мы немножечко должны подкоротить. Все. Идеально. У нас время в 10.35. Пять минуты сеанса. Погнали. Быстрее, уже фильм начинается. Здравствуйте. Здрасте. Дилетик. Почему на фильм опаздываете? Сеанс начался пять минут назад. Как опаздываем? По нашим часам, все верно. О, ровно успели на сеанс. Что это за часы? Такие на пиццу похожи. Такой дизайн модный. Швейцарские? Не, итальянские. Фигню взяли! Вот это часы! Швейцар... Пишите в комментариях, кто понял отсылку. Если, вот, кто напишет, лайкну. Посмотрите предыдущий ролик, я лайкнул, кто там тоже понял отсылочку. Швейцарские секунда в секунду показывают. Так это ж конфеты. Конфетные часы. А это пицца, вы что меня за дурака держите? Пошли вон отсюда! Я эту парочку на всю жизнь запомнил. Они меня за два фильма уже достали. О, висят. Я их сразу узнал. Вот это да! Ты видел, какой он внимательный? Блин, сегодня нужно будет постараться. А еще он какой-то сегодня злой. Может его как-то нужно задобрить? А есть одна идейка. Нужно переодеться. Мне тоже? Конечно! О-о-о, блин! О-о-о! Привет! Итак, ребят, мы подумали, что Деда Мороза и Снегурку билетер 100% пропустит. Я там... Да, 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 я согласен. Еще с ним пошаманю, поговорю, каких-нибудь пожеланий у него возьму. Узнаем, как он себя вел в этом году. И смотрите, мы взяли сладкую вату. Ммм, очень вкусная. Так, подожди, все перед фильмом съешь, так нельзя. Доставай елку. Итак, ребятки, мы возьмем сейчас и обсыпем всю эту елку сладкой ватой, как будто снег. Верно, верно, верно. Ну а другие сладости у меня в мешочке. Ну что, погнали? Так. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Ой, кто ты у нас такой веселый, с усиками? Здрасте, Дедушка Мороз. Здрасте. Мне кажется, Кобякову бы сразу было понятно. А к нам в кинотеатр? Да, решили фильмец посмотреть про Новый год. У меня даже как-то настроение поднялось из вас. Ну это сам собой. А может у вас еще и подарки для меня есть? Подарки? Ну, подарки у меня всегда есть. А ты хорошо себя вел в этом году? Да. Из кинотеатра никого не выгонял? Нет, никого не выгонял. Правду говоришь, точно не выгонял? Точно не выгонял. Как ты говнюк. Ты хороший мальчик, может действительно подарок получишь. Но сперва расскажи нам стишочек. А мы хоровод вокруг тебя поводим. Иди сюда, иди, иди, давай. Я вообще не люблю дедушку. Ты дуна, подарки любишь? Люблю. Ну вот. Давай. Новый год к нам мчится в двери. Мы так давно его хотели. Ой, какой красивый стишок. Да. Две строчки. Выполню любое твое желание. Проси что хочешь. О, у меня тут письмо для вас есть. Все желания записаны. Я всегда так делаю. Ну, на случай, если Дед Мороз придет. Так, дай-ка почитаю. Ничего себе! О, попробую исполнить все. Да. Идем, Снегурка. Пойдем. Блин, прикиньте, как мне повезло. Дед Мороз сам ко мне пришел. Даже письмо никуда отправлять не надо. Так, стоп. А билеты? Ладно, у меня там желания крутые. Пускай бесплатно посмотрит. Да, 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 да. Слушай, хороший парень. Список такой написал. Хорошо себя ведет. По-любому все желания исполнятся. Потому что добро притягивает добро. Потому что он подписался на канал А4. Вы тоже к нам подписываетесь. В смысле? Это как? Ну смотри, он делает хорошие поступки. Получает за это классный подарок. Ага. И это у всех людей так работает. Чем больше хороших поступочков сделаешь в году, тем круче подарок. А подписаться на канал, это хорошее дело? Это очень хорошее дело. Тем более подписка, это же добро не для одного человека, а для целой команды. Для А4 продакшена. Это очень... Вот такой поступок. Ребята, слышали? Скорее жмите на кнопку подписаться. Ведь у вас есть сегодня уникальная возможность сделать сразу несколько хороших дел. Да, ведь и правда, если подпишетесь на канал Боди, я вот очень прошу, чтобы у нас 2 миллиона было до 31 декабря. Чем больше хороших дел вы делаете, тем быстрее. Ну давай, давай, давай. Влад, Влад, Влад. Что, мне что ли звонят? Секунду. Так, все, я здесь, ребят. Появилась супер идея. Влад, 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 сними наушники. Владос, ты что? Классные наушники, кстати. Подожди. Это что, бургеры? Ага. Блин. Да ладно, вот он придумал. Офигеть ты придумал. Кобяков, бери картошку фри и фантазируй. Может за уши? Не, не то. Кроличьи зубы? Нет, все не то. А что если в нос ставится? Нет, он же заметит. Ладно, есть идейка. Так. О, сделаю прическу. Так. Так. Кобяков, слушай, ну ты реально круто выглядишь. Может и прокатит. Погнали пробовать. Ну это выглядит как какой-то аксессуар, да. Туц, 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 туц. Дядя, держи билетики. Это наш билетик на фильм. А также держи два билетика тебе. И если у тебя есть там друг, подруга, мама, папа, вместе приходите к нам на вечеринку. Я диджей бумага. MC Кобяков. И мы тебя зовем на тусовочку на двоих. Приходи завтра. Я вас не слышу. Круто, круто, конечно. А вы типа это, тусовщики там, танцульки. Да, да, ты шаришь, мужик. Сейчас дробь будет. Вы типа на волосинках какого-то. Ой, клок, клок, клок. Да? Наушники у вас такие крутые. Дядя, я не слышу тебя. А что ты там говоришь? Крутые наушники. Да что ты орешь? Слушай, дядя, давай будешь в кинотеатр. Автограф тебе там где-нибудь расписался, и мы пошли. Все, давай, пока. Я в детстве, кстати, тоже диджеем был. На руках умел стоять, сальтухи делал. Или это не диджей делает? Да какая... Я тебя так ромал, скажи. Какая разница? Короче, был крутым пацаном. Ну и сейчас я крутой. Я никого с едой в кинотеатр не пускаю. Нормальный способ. Булочка немножко подсохла. У меня еще и картошка греется от головы. Круто! Черт, картошка греется. Я хочу пронести именно эту пиццу в наш кинотеатр. Но она же огромная и палевная. Какие идеи? Смотрел фильм 300 спартанцев? Конечно. А форма пиццы тебе ничего не напоминает? Как щит? Да. Что если мы переоденемся спартанцев и пронесем пиццу в виде щита? Классная идея. А если что, там в конце есть такой прием тип. Если что, и мы воспользуемся. Погнали. Ни пощады, ни боли, ни состраданий. Ни от места страху, ни от места отчаянию. Есть только единство, храбрость и честь. Мы обещаем в зале пиццу есть. Э, вообще-то последнюю фразу мы должны были говорить вместе. Блин, я так заслушался твоей воинственной речью. Ладно, мы должны пройти в зал во имя желудка и против врага нашего голода. Погнали. Так, наступаем. О, пацаны, фанаты что ли? А за кого болеете? Не болеем мы ни за кого. Наше сердце предано Спарте. Да, Спарта! А, так вы это, с музея сбежали. Ты что? Мы преданные воины Спарты. Передай своему хозяину, чтобы открывал ворота. Какой хозяин? Вы что несете? Это театральное представление или что? Театральное представление? Нет, это Спарта! Мы тебя сейчас на кусочки порубим. Так, вы что меня вымазали? Вообще-то, на счетах должна быть кровь, а у вас жир от пиццы. Вы хотя бы билеты взяли? Взяли. Где? Ну вот, билеты. Так, сдаем в гардероб все эти ваши аксессуары и идите фильм смотрите. Блин, спалил. Только со щитом, поаккуратней. Хорошо. Иди. Я вообще не знал, как на это реагировать, они меня вымазали. Ааа, так это еще и пицца была. Ну ничего, две колявные пиццы и два лоха в кинотеатре. Блин, как... Спиков, надо было под юбку засунуть, туда-то он точно бы не полез. Согласен. Ну ничего, хоть фильм посмотрим. Такой спектакль устроили, и это всего лишь для того, чтобы пиццу пронести. Кобяков, мы психи. Да нет, психи лежат в больницах, а мы всего лишь хотели пронести пиццу. В больницах? Ты меня натолкнул на одну мысль. Сейчас покажу. Что он придумал? Кобяков, видал такие штуки в фильмах? Ха, конечно. А что если в эту мензурку мы наберем спрайта? Ставим и... Старимся больными психами. Класс, отличная идея. Но сперва нужно переодеться, чтобы мы выглядели как психбольные. Раз, два, три. О, крутая пижама. Так, держи. Ну да. Давай берем и наполняем сфрайтом. Его придумали, а? Тошка, все болит, все болит. Здрасте. Здравствуйте, дорогой внучек, держите билетик. Нет, здесь вообще не должно спалиться. Да вы к нам на сеанс? Да. Конечно, к вам на сеанс, на фильм. А что это вы в больничной одежде и с капельницами? Может заразная? Да нет, мы не заразные. У нас это, ну это, блин, забыл. Как у нас это? Ну вот, у нас же Кобяков это, провалы в памяти. А, да, ну у нас вот это. А в капельницах что? Каких капельницах? Каких? Это что, капельницы? Это капельницы? О, понятно. Такие молодые уже, такие проблемы со здоровьем. И это все из-за ваших газировок, напьетесь этой химией. Да, реально. Вам глюкоза нужна. Сейчас, только тихо. Я вам ничего не давал. Все. Идите. Спасибо. Лечитесь. Ни хрена. Забыл, как открывается. Не, ну им реально сладкое нужно. Глюкоза память улучшает. А эти, вообще, отшибленные. А где тут клапаночек открыть? Ммм. Уроводок. Да, конечно, крутой способ мы придумали. Мало того, что газировку пронесли, так еще и билетер сладкий. Да, это, кстати, круто. Кайф. Надо не забыть этот способ. У этого билетера нюх, как у собаки. Нужно придумать что-нибудь новенькое. Мы с тобой, между прочим, тоже профессионалы. Ну да. Поэтому давай, как в американских фильмах, проведем настоящую спецоперацию. Ну это уже интересно. Агент Кобяков. Наполняйте кейсы сладостями. Ну, не будем мелочиться, давай сразу. Товар на месте. Осталась маскировка. Кстати, круто выглядит. Ваши билеты, молодые люди. Какие билеты? Ты что несешь? Ты посмотри на нас. Ты что нас, не понимаешь, кто мы? Может, его убрать? Не спешите, агент Кобяков, это всегда успеем. Возможно, он нам понадобится. Осмотрите пока территорию, я с ним поговорю. Куда? Да. Кто вы такие? Что вам надо вообще? Кто мы? Внимание, сюда. Агент Бумага. Агент Кобяков. Нам сообщили, что у вас здесь было преступление, поэтому настоятельно рекомендую покинуть это место. Ну, прежде чем покинуть это место, я должен проверить ваши кейсы. На каком основании? Дядя. Эх, доигрались, ребят. Значит так, агент Маршмеллоу. Обнос. Обнос? А это что? Дел по борьбе с незаконным оборотом сладостей. И теперь это дело в моей юрисдикции. Кейсы сюда отдали. Агент Кобяков, нужно уходить. Я 10 лет на службе. Ну, конечно, ни одного промаха. У этого охранника даже уда... Чуйка, реально чуйка. У нас доверение есть. Офигеть. Он 100% служил в армии. Нужно переодеться в солдатов и втереться к нему в доверие. Тащи военную форму и гитару. Так точно. Принес. Так основности мы как принесем? В гитаре? Как, как? В гитаре. А еще сделаем шоколадные медали. Круто. Переодеваемся. Так, последняя жменька в гитару. Да, конечно, много ты туда конфет запихал. И по-прежнему играет. Хорошо. Так, последние детали, награды. Прикольно. Оцените, ребят, это же очень смешно. Ну, кстати, выглядит реально круто. Ну, по-моему, выглядит прекрасно. Оцените медали. Ммм, мы настоящие герои. Уже хочется их съесть. Выглядит реально реалистично. А ты держишь это там за спиной, ребят. Огонь батарея, огонь батальон. Смирно. О, рефлексы остались. Где служили бойцы? Мы служили в 153-й дивизии шоколадного фронта. О, у вас столько наград. Это нам дали за битву по Дорио. Эту дали за операцию, которая называется Нутелла. В смысле? А что он понял? Наша секретная. Так, ты тоже свой человек? Ну, да. Мы тебя сразу увидели. У тебя сразу поняли, что ты свой. Служил тоже. Да. Так, ладно, мужики. Проходите. Но сначала билеты. Есть. Купили. Проходите. Огонь батарея. Огонь батальон. Батяня комбат. Эх, помню свой Дембель. Кругом фанта. Вообще, плескает фонтанами. Надо альбом пересмотреть. Дембельский. Круто. Про медали не забывай. За битву по Дорио. Такой уже поверил. Круто у нас получается. У нас теперь черный пояс по проносу сладостей в кинотеатр. Это точно. Черный пояс. Кстати, это отличная идея. О чем ты? Сейчас покажу тебе парочку приемов, и ты все поймешь. Ну давай. Смотри, какой пояс я сделал из сладостей. Ничего себе. Мамочки. Кто не терпится их съесть. Так, я готов. Да что ж это за день такой? То ФБР, то Дембеля. Сейчас еще и каратисты. Вы что, тоже на фильм пришли? Ну да. Осторожно, дядя, сейчас будут трюки показывать. Наш мастер подарил нам пару билетов за получение пояса. Нифига. Я этого никогда не видел. Может еще пару приемов покажете? Хей, тогда вам нужно немножечко отойти. Так, Кобяков, сейчас покажу свой фирменный удар. Ого! А ты что с поясом можешь? Это опасный прием, надо быть, соблюдать дистанцию. Билетики давайте сюда. Держите. Ну, профессионалы, это я уважаю, да. Ну пойдем. Ну да, проходите, а что? Никогда не понимал, как это у них получается? Ну что, я тебе беру так и доски разбиваю. Отрываем кусочек пояса. А потом... Идеально. Свежий? Конечно. Свежий. Вот раньше было круто. Идешь такой с родителями в кинотеатр, они тебе покупают сахарную вату, попкорн, сладости всякие. А ты сидишь и просто ешь. Вот круто было. Угу. Кобяков, да ты гений! Так мы же можем переодеться в детей. И нас трогать никто не будет. Точно. Давай попробуем. Пол, заливаем, что сидишь смотришь? Мне кажется, мы достаточно похожи на школьников. Согласен. Чтобы нас пустили в кинотеатр, нам должно быть где-то 12 лет. 12 это что? Какого возраста? Что дети делают уже в 12 лет? Играют в Fortnite. Да все, поделись со мной. Ну что, пробуем? Тихо спали, что ты, Кобяков. Ну что, погнали? Да. А ты видел новый ролик А4? Амонгаз в реальной жизни, это капец, как интересно. Нифига себе, надо посмотреть. Ты что, не смотрел? Так, молодежь, в кино пришли? Главное, с каникулы. Понятно, но это лучше, чем в вашем в компуктере сидеть. Верно. Так, а что это за бластер? Игрушечный на пульках. На пульках? На пульках, на батареях. Главное, чтобы не водные, а то в прошлый раз весь кинотеатрами залили. Нет. Ладно, проходите. Спасибо. Смотри, а я сразу залпом. Слышь, Кобяков, реально рабочая идея. Может так все жидкости будем проносить? Да нет, у нас еще много разных идей. Сейчас фильм досмотрим и что-нибудь тоненькое придумаем. Так, захотелось, знаешь чего? Шаурмы. Ой, это я люблю. А давай закажем. Большую хочется. XL. Нет, лучше давай XXL. А интересно, а бывает? Да, еще будет. Х, 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 х... Давай больше ничего себе не отказывай. Можно вообще... я не знаю бывает или нет но мы можем такую сделать сами давай попробуем сделаем шуму размером ковер и принесем главное без часами давай попробуем сделаем шуму размером без ворса здравствуйте гости столицы а это что шаурма у вас не брат какая шаурма это вообще-то ковер потому что неудобно сидеть на ваших креслах и там молчи эй передай там билетик водителю что происходит все давай еще стоим все 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 проходите проходите спасибо усы прикольный да усы меньше чем брови мы ее есть будет фильмов 5 зато вкуснюща у нас только что появилась очень крутая и очень простая идея как пронести вот эти вот напитки в кинотеатр и пиццу да ты достал со своей пиццей хватит нет я хочу пронести пиццу в кинотеатр и . да какая пицца тоже скажи я конечно все поеду ничего не заплыву а сейчас за пару минут подкачаюсь и ты офигеешь ну давай посмотрим посмотрим как то не пронесут полу это чё вы за счет штанга ну и что ты подкачал этой штангой пресс-подрогой у тебя как ты так успел уже просто железный а три тут небольшой секретик есть зацени мои баночки нифига вот баночки этой баночки вот ты читер я читер ты себя видел даже даже до билетиков достать не могу из-за баночек спортсмены что и конечно да мы не просто спортсмены настоящий crossfit powerlifting а банки можно потрогать титановые а ты чё три раза хоть его поднимешь еле стоишь обижаешь тихо так держу давай давай поднимай вот серьезно ребята наверное на диете сидите правильно что такая зацени прессик еще а правильное питание никаких пицц никаких сладостей только зошь вот это я уважаю понимаю да проходите кстати баночки если сильно жать могут взорваться ну шо это не порезанная да ну есть киткат посмотри каких толстяков показывают по телику ребят у нас появилась еще одна очень крутая идея смотри давай переоденемся в уборщиков сделаем швабру и наполним ведро спрайтом я сперва за швабру можно маршмеллоу типа поняли ну не маршмеллоу вот эти червяки типа как будто бы швабра есть червяки а это на самом деле ну вы поняли так давай делать достань стяжку так и стяжкой засовываются они так и сделают сильно прям еще сильнее еще сильнее все и теперь теперь предлагаю наполнить ведро спрайтом очуметь ум молодцы ну какая уборка какая уборка уборка почалкой по бубну дам мокрый ладно ладно не кричит что такая профессия давайте Все, молодец, не кричите, не кричи. За и на Глента. Уборка, уборка, мочалкой по бубну дам мокрой. Ладно, ладно, не кричи. Что? Такая профессия. Через 5 минут все было чисто. Вот с уборщицами лучше не шутить, они очень опасны. Там Глент заржал. И с охранниками тоже. Вот не люблю охранников и уборщиц. А что ты как не свое? Нет, ну слушай, кинотеатр реально пыльненький, может приберемся? Ну да, давай. Кобяков, опять в телефоне сидит? Или ты, может быть, ищешь новые способы? Да нет, сообщения читаю. О, тогда я тоже почитаю. Да нет, это личное. Копаться в личном некрасиво. Кобяков, ты сам того не подозреваю. Придумал офигенный способ. Какой? Мы притворимся почтальонами, заполним конверты сладостями. И, конечно же, билетер туда не полезен. Потому что письма это личное? Давай готовить этот способы. Это самый лучший. Ну-ка. Ты делаешь это пальцем? Ну да. А как еще? Так, погнали. Ну короче, здесь все не загрузим. Все, форма не нужна. О, почта приехала. Добрый. Для меня что-нибудь есть? Да нет, доставки сюда не было. А сумочку можно посмотреть? Там, там письма. Ничего. Так, это... Конверты, письма, это личное. В личное нельзя залазить. А вдруг вы туда конфет напихали? Ну я открывать не буду, дайте хоть просто пощупать. Ну пощупать, ладно. О, держите. Так там же конфеты внутри. Да даже если и конфеты. Это же чье-то письмо. Личное. Открывать нельзя. Ну да. Или вы с... Хе-хе-хе-хе. Томайские чужие тоже читаете? Нет, только жены. Нет, ну это святое. Ладно, проходи. Ха-ха-ха. Я же покраснел. Ну да, почта это конечно личное. Хорошая лазейка. Ну надеюсь, они меня не обманули. Реально почтальон. Так, Кобяков, смотри, у меня тут в тебе письмо. О. Это твое. Точно. А у меня тебе. Так, интересно, что там? Короче, я понял. Чтобы принести сладости, нужно быть более дерзкими. Более напористыми. Тогда этот билетер теряется, и все, и ничего не может сделать. Мне кажется, так не будет. Даже я немножко потерялся. Давай, готовимся. Короче, превращаемся в рокеров, байкеров там, и идем в кинотеатр. Мысль-то хорошая, но ты посмотри на наши лица, как мы выглядим. Мы совсем не дерзкие. Мы же мастера перевоплощений. Всего пару минут, и мы станем дерзкими пацанами. Ну да. Байкеры. О, отличная идея. Погнали. Да, берем конфетки и сюда, и побольше, побольше. Ну окей, закинут, окей. Мы дерзкие. Правильно. Настоящий байкерский живот. Правильно. Все, бери. Давай. Ваши билетики. Билетики? Где-то был, где-то был билетик. Давайте нормально общаться, я вообще-то вашего возраста. Так, держи билет один, второй я завтра приду. Так, значит ты один и пройдешь. Подожди, дядя, подожди, вообще-то нас двое, поэтому мы идем вдвоем, понял? Да давай я его просто вырублю. Нет, это тоже сейчас. Так, 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 вас двое, значит два билета. Вы со мной не шутите, я вообще-то знаю приемы караты. А я могу тебе со шлема в нос дать и все. Забирай его, забирай, за кинотеатр его. Эй, эй, куда? Руки убраем. Руки убраем. Руки убраем. Знай свое место, я еще завтра приду. Ладно-то побили, я это переживу. Вот куча шоколада в шляпе. Что с этим делать? Ладно. Раньше я говорил, что уборщицу не люблю. Теперь байкеров ненавидеть буду. Вот это мы круто повеселились сегодня. Это была шутка, если что? Снова наше... Подходящее для себя, кроме последнего. Если вам было весело, ставьте лайки. Конечно, это была шутка. И не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4. Круто. Кобяков билетен. Всем пока-пока. Короче, прикольный ролик. Реально, мне зашел. Напишите в комментариях и подпишитесь на наш канал. Че как вам. Поэтому всем спасибо большое за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.